На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись. Цугухару Фуджита, Балтюс. Часть первая. Добрый вечер. Ну, сегодняшние наши герои немножко выпадают из того современного искусства, про которое обычно мы говорим. И вот как я и обещала тем людям, тем из вас, кто вытерпел две лекции про венский акционизм, сегодня будет релакс, и сегодня будет много котиков. Котиков будет на самом деле много. И оба наши героя. Японский художник, работавший во Франции, Цугухару Фуджита, также известный как Леонард Фуджита, потому что он в 50-е годы крестился и принял европейское имя в честь Леонардо да Винчи. Поэтому, если вы меня извините, я буду всё-таки его называть Леонард Фуджита, потому что это немножко легче произносится. И тоже французский художник Бальтюс. Оба, они как бы относятся, не очень включены в такую признанную историю искусства, историю искусства 20 века, историю современного искусства, модернизма, который рассматривается как некий прогресс, в котором каждый следующий стиль является более авангардным и более радикальным, чем предыдущий. Ну, Бальтюс достаточно всё-таки известный музейный художник. Что касается Фуджита, это художник, чьи работы пользуются скорее любовью частных коллекционеров, чем музеев. У него достаточно в больших музейных коллекциях он почти не представлен. Это такая как бы отрада частных коллекционеров. Оба, они относятся, наверное, к такому странному явлению. Вот если есть авангард, да, наверное, в искусстве есть своего, в искусстве 20 века, когда это становится интересно, может, вы выделили своего рода арьергард, да, то есть художников, которые принципиально выводят себя за пределы модернизма и за пределы современности по разным причинам. О некоторых таких художниках мы уже говорили, потому что в каком-то смысле таким арьергардом первым был Декирика и сюрреалисты. И кругу сюрреалистов, оба наших сегодняшнего героя были так или иначе близки, хотя никто из них не входил в сюрреализм. В каком-то смысле к карьергаду относятся, ну, такая странная фигуративная живопись, как у Эдварда Хоппера или даже у Люсиэна Фрейда, такое вот принципиально немодернистское. Но что касается наших сегодняшних героев, в чем еще, чем еще они интересны, это тем, что оба, они особенно Фуджита, находятся, так сказать, на грани кемпа, на грани кичи. Кемп, я не буду употреблять слово кич сегодня, ну, там немножко есть путаница с этими терминами, есть понятие кемп, которое предложила в 60-е годы Сьюзен Зонток. И если кич – это массовая культура, как бы спущенная, сделанная действительно для большинства, спущенная сверху, вот, низко... не, не, шарпатрем, да, то кемп – это некий круг пристрастий элитарный, элитарный, но выходящий за пределы общепринятого хорошего вкуса и не желающий в этот общепринятый хороший вкус попадать. Одним и признаками кича, как бы, Сьюзен Зонток говорит, что любовь к кемпу – это последний способ остаться дэнди в эпоху массовой культуры, и выделяет в качестве разнообразных признаков кемпа, например, то, что это искусство, которое... или эстетика, или, как она говорит, чувствительность, которая, прежде всего, поощряет все искусственное и ненатуральное. Искусственное, эксцентричное, странное, пафосное, как бы очень серьезное, не терпящая иронии. И являющееся вот таким маркером неких маленьких сообществ. Ну, в общем, кемп – это то, что, наверное, то искусство, которое является, выражаясь более современным языком, это то, что является культовым еще больше во многом. И кемп, и, собственно, как и кич, по-моему, это искусство, которое также связано с неким представлением об анахроничности. Кич, может быть, и хочет быть модным и актуальным, если мы говорим, и прогрессивным, агрессивным, потому что в данном случае анахроничное – это то, что не хочет быть модным, не является прогрессивным и не является актуальным. Но кич, в силу того, что это, допустим, глупое искусство, это не всегда получается, он всегда немножко запаздывает по отношению к моде, запаздывает по отношению к прогрессивности и демонстрирует, даже когда кичевое искусство пытается быть актуальным, оно всегда выглядит наиболее смехотворным. Кемп не пытается быть модным, и в нем вот эта старомодность связана с неким элементом ностальгии и с неким представлением о том, опять-таки, как пишет Сьон Сензон, так что в прошедшее время время меняет акценты. То, что казалось банальным для своего времени, через 10-20 лет вдруг оказывается очень интересным, странным и необычным, потому что банальность, опять-таки, как и представление о прогрессивности, модности – это признак только настоящего времени. Ну, собственно, такая, извините, затянутая преамбула. Вернемся к нашим персонажам. Леонард Цугухару Фуджито – японский художник, удивительный персонаж с удивительной историей прежде всего. Это первый японский художник, который добился невероятного признания в Европе. Он получает традиционное художественное образование, он из хорошей семьи, там, самурайской, с замечательными корнями, который решает, что он станет художником. Причем одним из первых его источников вдохновения были… Он с детства рисовал, и первое, что он рисовал, он рисовал по памяти картинки с западных коробок от печенья, которые он видел в витринах. Ну, в общем, я думаю, что он примерно представляет вот этот бомбонерочный стиль, который оказал влияние на его последующее творчество. Вот, он сначала получает… Его родители соглашаются на это, он получает… Сначала он получает художественное образование в Токио, получает традиционное художественное образование для Японии того времени. Очень успешно дебютирует, потому что его картины… Ему дают государственный официальный заказ. Ему предлагают написать портрет императора Кореи. Его работу… Совсем юного художника, только что закончившего обучение. Его работу приобретает император Японии. И у него, в общем, была бы прекрасная перспектива стать таким парадным портретистом. Вот, но он, как бы, ей пока что откладывает. И в 13-м году, в возрасте 27 лет, оказывается в Париже. В Париже, которая тогда вот столица авангарда, естественно, и столица модернизма. Причем он хотел оказаться в Европе, но не то, чтобы что-то знал, что там уже вот не вообще западное искусство, как оно бывает в музеях, не классическое, а что есть какой-то модернизм. Он об этом ничего не знает. И при этом, как он рассказывает, как бы существует такая апокрифическая версия, которая, скорее всего, все-таки апокрифическая, что просто вот он, как только он приезжает в Париж, начинает там поселиться на Монпарнасе, общает, как бы видит эту международную, достаточно тогда богемную художническую тусовку. И чуть ли не на второй день он знакомится с молодым художником из Латинской Америки, и они вместе с ним идут к Пикассо. Посмотреть, что делает Пикассо, что, конечно, абсолютно переворачивает сознание молодого японского художника, который для себя открывает не только западное искусство, которое он смотрит в Лувре, но еще и авангард, о котором он не догадывался. И у Пикассо две вещи его потрясают. Во-первых, сами работы Пикассо, кубистичи, вообще кубизм, да? А во-вторых, то, что у Пикассо в коллекции дома, в мастерской были работы примитивиста знаменитого Андрея Таможеника Руссо. И вот это сочетание сразу и авангарда, и наивного искусства – это то, что оказывает на него влияние, то, что оказывается для него решающим. И первые вещи, которые он делает, это, кроме того, он замечательно умеет подать собственный экзотизм, потому что, ну, конечно, парижская художественная сцена того времени была достаточно интернациональной, но все-таки японцев там было очень мало. И вот этот самый экзотический персонаж, который не только экзотичен просто потому, что он японец, а при этом его японские происхождения оказываются очень интересными, потому что, как вы, наверное, знаете, в каком-то смысле все открытие, весь европейский модернизм, начиная с импрессионистов, был отказом от европейцентричности, как можно сказать, и был связан со всякими увлечениями неевропейскими культурами. Как раз первым таким увлечением были японские гравюры, которые открывают импрессионисты, они открывают там Хокусая, Тамара и вот эти самые японские гравюры, определили абсолютно и эстетику Клода Мане, например, и эстетику Ван Гога, у них масса реплик на это японское искусство, поэтому Япония уже, видимо, в Париже того времени уже как-то так или иначе ассоциировалась с модернизмом. И вот этот прекрасный экзотический японец, который еще удивительно себя экстравагантно одевается, вот вы видите этот автопортрет, он первый, у него удивительная прическа, которая никогда не была тогда в моде, которую он придумывает. Картина Леонардо Цугухаро Фуджито. Автопортрет. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Работа представляет собой погрудный портрет мужчины. Фон серый, мужчина изображен анфас. У него азиатская внешность, вытянутое лицо, острый подбородок, раскосые глаза. Темные прямые волосы острижены под горшок. Волосы образуют ровную шапку от макушки до верха ушей, а нижняя половина головы выбрита. У мужчины короткие редкие усики. На нём большие круглые очки и серая рубашка. В ушах у него довольно крупные серьги, кольца. Мужчина прижимает к груди кота. Глаза кота закрыты от удовольствия. Голова слегка повёрнута, так что видна нижняя белая часть шеи. Он как будто ластится к хозяину. Шерсть кота серого цвета с чёрными полосками. Рисунок почти монохромный. Всё изображение выполнено оттенками серого и чёрного цветов. Большие фрагменты оставлены белыми, незакрашенными. Только на морде кота есть небольшой ржеватый оттенок. Рисунок выполнен реалистично, но как будто небрежно. Линии неровные, черты лица мужчины нарочито несимметричны. Тени наложены схематично одним оттенком серого и не создают ощущение глубины, а как будто только обозначены для дальнейшей проработки. Кот изображён более скрупулёзно. Его пушистая шкурка и торчащие в разные стороны усы выписаны с особым вниманием. Он носил серьги, что тоже тогда не было принято, и что, в общем, даже у него была татуировка на руке. Что тут как бы те признаки, которые даже по нынешним дням являются признаками такого достаточно продвинутого богемного персонажа. Вот тогда для, там, десятых годов, тринадцатого года в Париже это было что-то такое совершенно невероятное. Кроме того, он, у него были самые, и при этом, в отличие, он, ну, то есть он был таким фриком, да, но фриком, который, в отличие от многих его собратьев по художественной сцене своей, эксцентричностью не отпугивал людей, а наоборот притягивал, что очень мало кому удаётся, да, что как бы ты эксцентрик, ты нарушаешь все нормы, а этот, наоборот, как бы всем очень нравился, был бесконечно обаятельным, мягким, хорошо воспитанным и вот таким вот экзотическим, замечательным. И, как бы, первые его вещи, которые он делает, первая выставка у него была в семнадцатом году, он делает смесь удивительную всего того, что тогда могло быть считано как экзотическое. На самом деле в его работах достаточно мало японского, хотя есть вот это вот, собственно, заимствованное модернизмом у японского искусства, плоскостность, нету перспективы, нету теней, но при этом там есть абсолютно отчётливые, там есть и персидские миниатюры, там есть и индийские фрески, там есть итальянский проторенессанс, там есть как бы абсолютно всё, что тогда интересовало художников, плюс влияние, собственно говоря, самого искусства модернизма, который он открывает в Париже. Он дружит с Модильяни, и вот это влияние Модильяни в его вещах достаточно заметно. Картина «Монахини в монастырском дворе». Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Светлые приглушённые тона. Судя по всему, на полотне изображён интерьер небольшого помещения, примыкающего к монастырскому двору. Сказать точнее трудно, так как на работе видна только одна стена этого помещения. Стена занимает всю плоскость холста. Стена белого цвета, она в тени, поэтому кажется сероватой. В центре полотна в стене проделан дверной проём с полукруглым верхом. Слева и справа от дверного проёма в стене проделаны окна, также с полукруглым верхом. Сквозь окна и дверной проём виден прямоугольный монастырский двор с пыльно-зелёной травой и двумя голыми кустарниками. Двор обнесён сплошной одноэтажной постройкой с такими же дверями и окнами. Стены постройки гладкие и белые, крыша покрыта коричневой черепицей. В центре двора расположен белый крест. На переднем плане перед сероватой стеной в ряд стоят четыре монахини в длинных чёрных одеждах. Монахини расположены симметрично. Перед дверным проёмом слева и справа от него стоят две монахини. Они повёрнуты друг другу лицом. Монахиня справа читает маленькую книжицу в коричневом переплёте. Слева стоит, приложив одну ладонь к груди и опустив голову. Перед правым окном стоит третья монахиня. Она стоит у окна, оперевшись правой рукой его косяк, а вторую руку поднеся к рту. У левого окна стоит четвёртая монахиня. Обе руки она держит над головой, сложив их домиком. А в левой руке она держит небольшой чёрный крест. Картина написана немного упрощённо. Пропорции лица и фигур, перспективы и тени несколько искажены. Но при этом он удивительно выбирает сюжеты. Он неожиданно для себя, неожиданно для всех. Это японец, который начинает писать работы на религиозный сюжет. Он представляет, например, вот этих монашек в европейском монастыре, молящуюся девушку, которая не без отсылки, кстати, к Гогену, который не только таитянок рисовал, но и бретонских христианок перед странными распятиями архаическими. Да, вот помните, у него были такие сюжеты. Вот это самые подражающие прото-ренессансу религиозные сюжеты. И что тоже было совершенно удивительно для него. Единственная работа на его выставке, которая была с 18-го года, которая была очень успешной, у него всё раскупили с этой выставки, всё-таки напоминала о его культурных корнях. Там была работа по своей смерть Будды вместе с работами на христианские сюжеты. И вот это освоение христианских сюжетов для человека абсолютно из другой культуры. Оно совершенно замечательно, потому что для него, с одной стороны, все картины, которые он видит в Лувре, это картины на христианские сюжеты. Поэтому это то, что нужно освоить японскому художнику, приехавшему в Европу, изучать европейское искусство, знакомиться с европейским искусством и желая стать его частью. Но это христианство, поданное абсолютно через такую непривычную оптику, которая сама по себе оказывается оптикой модернизма, потому что довольно мало кто из модернистов того времени вообще работал с религиозными сюжетами, с христианскими сюжетами. Вот эти самые действительно подражения Джота, наверное, которые он делает. И причем сразу же у него этот сюжет религиозный, там переходят в сюжеты сказочные. Картина Леонардо Цугухару Фуджита «Ангелы и сирены», 1918 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально, цвета яркие и насыщенные. Картина разделена на две части. Верхние три четвертых картины закрашены золотым цветом, сквозь который проглядывает черный фон. Эта часть картины изображает небо. Она отделена от нижней волнистой линии. Нижняя четверть картины написана светло-голубым. Она изображает воду. В верхней части на черно-золотом фоне изображено три ангела. Они летят в золотом небе, держась за руки, как будто кружатся в танце. Фигуры ангелов вытянуты, ноги и руки длинные и худые. У ангелов небольшие красные крылья за спиной. Их фигуры расположены почти горизонтально. Волосы и одежда развиваются. Они одеты в свободные одежды, похожие на платье. У ангела слева светлые волосы и синие одежды. У ангела в центре волосы светлые, одежды красные. Сверху на них надета кофта с коротким рукавом светло-зеленого цвета. У ангела справа тёмные волосы, одежды жёлтые, кофта синяя. В нижней части картины на голубом фоне изображены две фигуры. У них человеческие тела, а вместо ног у них красные рыбьи хвосты. Это сирены. Одна сирена расположена в левом нижнем углу картины. У неё тёмные волнистые волосы. Она развела руки в стороны, как будто плывёт. Вторая сирена расположена в правом нижнем углу. У неё светлые волосы. Водная гладь в этом месте поднимается большой волной и почти достигает хоровода ангелов. Сирена развела руки в сторону, как будто она пытается вынырнуть из-под воды, направляясь к ангелам. Ангелы и сирены у него соседствуют в этом полотне. Появляются балерины. Появляется вот этот очень тщательно стилизованный примитивизм. Человек с прекрасной выучкой рисует. Рисует как наивный художник. Рисует как человек без образования. Делает это невероятно изящно. И, ну, вот тоже говоря о влиянии модели, оно достаточно явно присутствует в этих ранних работах Фуджиты. Но что у него тоже, пожалуй, удивительно получается, естественно, удивительным образом он оказывается для своих в то время гораздо более успешным художником. С точки зрения коммерческой его работы гораздо охотнее покупают, чем его, так сказать, ныне более знаменитые, вечно бедствующие коллеги, вроде и друзья, и однокашники, как Модильяне или Хаим Сутин. А он, опаньки, извините, что-то случилось. Вот, потому что его работа, он, наверное, первый, кто воспринимает эстетику авангарда, как эстетику модернизма, как предмет для стилизации. Что вот эта эстетика Модильяне, это не что-то такое абсолютно радикальное, это не что-то такое, как художник так видит, и никто больше так не видит. А это стиль, как другие стили, которые можно стилизовать. И можно стилизовать модильяне ровно так же на тех же основаниях, на которых можно стилизовать джоты или можно стилизовать персидские миниатюры. И вот этот момент, когда авангард становится одним из возможных стилей для стилизации и, соответственно, становится коммерческим искусством, и, соответственно, становится салоном, это тоже то, что делает Фуджито. То, что он первый понимает, хорошо или плохо, но он это делает первым. И делает с огромным успехом. Картина «Маленькая девочка с куклой. 1918 год». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Цвета приглушённые, холодные, преобладают оттенки серого, пыльно-розового. На светло-сером фоне в центре изображена девочка. Изображение не вполне реалистично, теней почти нет, каждая область картины равномерно закрашена одним цветом. Девочка сидит. Мы видим её до колен. Она изображена анфас. У девочки прямые чёрные волосы по плечи и чёлка. На макушке розовый бант. Голова, кажется, непропорционально большой. Кожа очень бледная, с лёгким, еле заметным румянцем. У неё очень большие чёрные глаза с тяжёлыми веками. Глаза настолько чёрные, что в них не видно зрачка. Нос узкий, рот непропорционально маленький и тёмный, губы почти чёрные. Они слегка поджаты. Девочка одета в красное платье. Она держит в руках куклу. Девочка положила куклу на ноги. У куклы светлые волосы, остриженные в коре с прямой чёлкой. На кукле – платье розового цвета. И начинает рисовать вот это искусство, предельно комфортное для восприятия. Это очень дети, куклы прелестные, хрупкие, утончённые, очень приятный, очень мягкий мир. Вот этого самого человека, который тоже невероятно всех покоряет своим обаянием, которому прощают все странности, которому прощают все эксцентричности, то, что там раздражало бы парижану других, парижану других французов. У него воспринимается как что-то совершенно изумительное. Кроме того, он, во-первых, он успешный, во-вторых, он из хорошей семьи. У него был период, когда он бедствовал во время Первой мировой войны. Ему даже приходилось подрабатывать тем, что он позировал другим художникам. Но к 20-м годам он оказывается абсолютно для благополучных художников с заказами на парадные портреты, видимо. И он настолько благополучен, что у него в мастерской даже есть ванна, что было для парижских мастерских, там, Монмартра и Монпарнаса, был такой невероятной редкостью и роскошью. И поэтому ему было очень легко заполучить и пригласить к себе всех самых знаменитых моделей того времени, потому что этим девушкам, привыкшим к богемной и парижской жизни, эта ванна казалась невероятной роскошью. И поэтому у него там просто все время не прекращался поток прекрасных женщин, которые хотели ему попозировать и заодно воспользоваться. Это невероятная роскошья. Картина Нью 1922 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Цвета очень контрастные, использованы преимущественно чёрный и белый. На фоне чёрной стены во всю длину картины изображена большая кровать с объёмной периной и подушками. На кровати простыня белого цвета. На кровати лежит женщина. Женщина лежит на правом боку, вытянув ноги. Правой рукой она подпирает голову. Левую руку она вытянула вдоль тела. Её кожа очень бледная. Белая настолько, что кажется светящейся. У женщины чёрные волосы. Они собраны и заколоты сзади. У неё чёрные глаза. Женщина смотрит слегка из-под лобья. У неё длинный прямой нос и небольшой рот. Губы бледно-розового оттенка. У женщины широкие бёдра, узкие округлые плечи. Грудь и живот лишь слегка обозначены. Тени между лежащими друг на друге ногами, левым боком женщины и лежащей на нём рукой еле заметны. Создаётся впечатление, что их мешает разглядеть светлый сияющий цвет её кожи. Отчётливо видны чёрные волосы на лобке и в подмышке. На переднем плане, по верхнему и боковым краям картины, изображён белый балдахин с серым рисунком. Он как бы обрамляет кровать. Сверху он выглядит, как длинная полоса с волнистым краем. На балдахине изображены сцены из древнегреческой мифологии. Изображение женщины и кровати слегка стилизовано. Фигура и лицо женщины кажутся вытянутыми. В отличие от них, текстуры рисунок балдахина выполнены реалистично. Одной из таких женщин была знаменитая Кикея Смон Парнаса, которая любимая на толщице фотографа Монрея, ещё многих художников, которую он представил в виде такой обнажённой. В 1920-е годы Фуджито очень методично начинает осваивать, господи, что же у меня такое, очень непривычный для японского художника, но тоже такой же обязательный для европейской культуры как религиозный сюжет и жанр ню, потому что в японской культуре, в азиатской, в дальневосточной культуре никаких обнажённых, никакой обнажённой натуры нет, вернее она есть, но только в сугубо эротических произведениях, которые маркированы как эротические. Это то, что смотрят не ради эстетического удовольствия. Скажем так, это такая маркированная культура, никакого культа обнажённого тела нет, а обнажённое тело, красота ню, это то, что Фуджито открывает в Европе, это то, что он пытается придумать. Да, он в какой-то момент ещё берёт уроки танцев у Айседора Дункан, вернее не столько берёт уроки танцев, сколько принимает, становится частью основанного ей движения такого типа нью-эйджа, да, новый эллинизм, где как раз предполагался вот культ этого естественного полуобнажённого тела, там такой полу, ну, с некими элементами нудизма, да, который тоже примерно тогда появляется на Западе. И Фуджито прогуливается по Мампарнасу в собственноручно сшитые тоги, как такой новый античный человек, и вот результатом этого интереса к телу, к красоте человеческого тела, которое абсолютно несвойственно в японской культуре, становятся его обнажённые. Совершенно потрясающее, замечательные картины, для которых он придумывает свою технику, вот эта вот абсолютная там фарфоровая белизна тела и фона, по которой он рисует, он сочетает две техники, он сочетает дальневосточную технику рисунка тушью, китайскими чернилами и живопись маслом, и придумывает абсолютно свой вот этот состав, белую грунтовку, по которой он прорисовывает, собственно говоря, эти фигуры, в которые он добавляет перламутр, толчённые остричные раковины, чтобы достичь вот этой вот такой сияющей, светящейся жемчужной белизны, которой наделены его тела, его героинь, которых он изображает он в основном, для нас сначала в основном, как и полагается, в основном это женские ню, это вот эта вот белизна сияющая, из которой возникают тела, которые одновременно и обнажённые, очень красиво выписанные, и абсолютно бесплотные, да, потому что это тела, в которых есть кожа, в которых нету плоти при всей их пышности форм некоторых его девушек, и такие же лица, да, то есть это абсолютно вот это вот бесплотное касание, жемчужное свечение, там возникающие эти самые кутики, и огромный уже возникающий интерес к человеческому телу. В какой-то момент он начинает рисовать борцов, и делает в 1928 году две удивительные, огромные, огромные произведения, это только часть этого два диптиха, в которых присутствует все, как бы, все, такой алфавит всех возможных пост, которые может принять человеческое тело, там и падения, и битвы, и драки, и объятия, и вот это вся, как бы, такое почти, вот, нечто среднее между, действительно, такими японскими свитками, да, и таким Микеланджело, вот этот, как бы, алфавит плоти, где вместе с, вместе с человеческими фигурами разнообразными присутствуют животные, где вот это, как бы, где, ну, человек оказывается таким же грациозным, да, каким мы привыкли видеть животных, вот это такое воспевание физической грации, бессознательное абсолютно, такой тоже совсем неожиданный поворот, вот, поэтому, и он начинает заниматься монументальным искусством, он получает заказ для дома Японии в Парижском университетском городке, вот он придумывает монументальное панно, и становится одним из направлений его творчества, становится монументализм, где есть такое же сочетание человеческих фигур и вот таких вот совершенно потрясающих там лошадей и псов, которых он там рисует. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Цвета тёплые и насыщенные. На золотом фоне изображены животные. Большую часть холста занимают три крупные мускулистые лошади. В левой части картины стоит лошадь рыжего цвета. Туловище лошади повёрнуто вправо, а голова влево. Справа от неё парой стоят ещё две лошади белого и коричневого цветов. Белая лошадь стоит в центре картины. Она повёрнута влево. Лошадь наклонила голову к земле. Её тело частично загораживает коричневая лошадь. Она стоит чуть правее и также смотрит влево. В левом нижнем углу картины изображён пёс коричневого цвета. Он повернулся к лошадям. Его лапы расставлены, хвост и голова задраны вверх. В правом верхнем углу тоже изображён пёс. Он белого цвета с чёрными пятнами. Он бежит вправо, но голова обращена к лошадям. Кажется, что псы лают на лошадей. Изображение реалистичное, но тени почти не проработаны. Переходы между цветами на шкурах животных размытые, нечёткие. За счёт этого изображение напоминает по стилю традиционную японскую живопись. Очень экспрессивных и действительно выполненных в такой очень традиционной, считываем уже как традиционная дальневосточная манера. Стилистика, вернее, это опять-таки стилизация. И вот вместе с его обнажёнными тоже начинают появляться всякие удивительные животные. Вот про это даже не сразу понятно. Котик это или пёсик. И возникают, собственно, огромные вот эти самые котики, у него уже живут кошки дома. Он действительно катофил бесконечный. И котики, которые уже к тому времени вполне были маркированы как признак кичи, да, вот там с середины XIX века. И которым Фуджита посвящает целую книжку. Он издаёт книгу котов. И вот там вот котики, котики, котики. И ещё раз котики. Хотя надо сказать, котики совершенно замечательные. Надо сказать, что что-то похожее удивительным образом в 60-е годы свою книгу кошек издаёт, рисует Энди Орхо. Так что вот эта вот реабилитация котика как части модернистской эстетики, она происходит у Фуджита. И котик – это действительно вот такое нечто кичевое, нечто действительно виртуозное, вот этой тушью, да, кисточкой прорисованное. Со всем, с тем очарованием, с которым рисуют в японской, в дальневосточной культуре, могут рисовать не обязательно живое существо, да, могут рисовать там растения, там, цветы. Графический рисунок. Прямоугольный лист ориентирован горизонтально. На белом фоне изображён длинношёрстный кот. Рисунок выполнен тонкими линиями чёрного цвета. Линии разной длины. В местах, где должны быть тени или где шкурка кота темнее, перед тем, как наложить чёткие чёрные линии, художник растушевал чёрный пигмент. Так что на бумаге в этих местах создаётся эффект светло-серой дымки. Линии и растушёвка создают эффект длинной пушистой шерсти. Кот повёрнут вправо, он сидит на левом бедре. Левая лапа под телом, правая выпряменная и лежит на полу. Он всем телом подался вперёд. Светлые глаза широко раскрыты. Кот полосатый. У него три тёмные полоски на лбу. На шее у него белый бант колокольчиком в виде шара. Вот это такая как бы часть природы. И вот такой же частью природы у него оказываются в конце концов и люди. Вот такой как бы котик-пёсик. И при этом у него в это время возникает, помимо вот этой вот бесконечной красоты и комфортности и умилительности, возникают вполне гротескные сюжеты, которые примитивистские, да, которые свойственны даже уже не наивному искусству, а стилизации наивного искусства. Возникает это почти вывеска, да, цирковая вывеска. Возникает вот такой манпарнаский бордель, там где эти обнажённые женщины уже не столь идиличны, как они могли быть. Видите, это гротеск, который, гротескный стиль, который сближает Фуджиту с эстетикой немецкой новой вещественности, да, немецкого или немецкого экспрессионизма второго поколения после Первой мировой войны, там, в общем, с Ото Диксом, например, это вполне сопоставимо. Вот, и он постоянно рисует автопортреты, поскольку он персонаж, и поскольку ему важно наблюдать себя как персонажа и показывать себя как персонажа, и продолжает рисовать женские портреты, женские нюм, которые не такие уж обнажённые, да, потому что он представляет, как по этим работам видно, он представляет, собственно говоря, не тело, а вполне себе персонажа. Это женщина одета в своё тело, одета в свою кожу, и у неё так, она, даже раздевшись, она не становится человеком естественным, да, она становится, она выдерживает свой стиль поведения, она выдерживает свою социальную роль, и его парижские красавицы выглядят такими же почти как гравюры у Тамара, представляющие вот эту женственность как роль, женственность как стиль, и вот эти японские красавицы с японских гравюр, у того же Тамара, достаточно часто, вообще-то говоря, изображение не женщины, а актёров, кабуки, исполнительных женских ролей, то есть это абсолютно такой женственность и красота, как некий кот, как некая условность. И в 30-е годы, в конце 30-х годов, в начале, вернее, 30-х годов, Фуджито решает отправиться в путешествие, он путешествует по Америкам и по Латинской Америке, и по южным штатам, частям Соединённых Штатов, Нью-Мехико, Калифорния, и как бы уже как бы рисует экзотику глазами экзотического персонажа, да, вот не японец, приехавший в Париж, а парижанин, японец, приехавший в Латинскую Америку, и пытающийся запечатлеть вот эту самую, через двойную призму экзотизма, увиденную, вот эти, ну тоже, в общем, вполне открыточных персонажей, те же самые уже салонные, изумительно салонные женские портреты. Картина Леонардо Цугухаро Фуджито, портрет Мадам Игрик, 1935 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально, цвета яркие и насыщенные. Портрет женщины в интерьере. На переднем плане, вдоль всей длины картины, изображена изящная деревянная кушетка белого цвета. Кушетка – это небольшой диван с изголовьем вместо одного из подлокотников, без спинки и второго подлокотника. Она повёрнута изголовьем вправо. На кушетке сидит женщина, она облокотилась левой рукой на изголовье кушетки. Правую руку она положила на ноги. Ноги вытянуты вдоль кушетки, левая нога закинута на правую. У женщины чёрные блестящие волосы, собранные сзади. Лицо повёрнуто в полоборота. Женщина смотрит в сторону левого нижнего угла картины. На ней длинное атласное платье серого цвета в мелкую чёрную полоску. На плечах объёмные рюши, руки обнажены. На шее и на правой руке у женщины бриллиантовые украшения. Она обута в чёрные туфли на каблуке. Кушетка стоит возле стены, украшенной большим изображением лежащих на земле котов, по стилю, напоминающим японскую гравюру. В центре стены изображён серо-зелёный холм, на котором лежат четыре кота. Слева от женщины три кота лежат вместе. В центре лежит рыжий кот в коричневую полоску. Слева от него кот белый с чёрными пятнами. Справа абсолютно белый кот. В правом верхнем углу картины лежит рыжий кот. Фон за холмом золотой. Изображения на стене обрамляют широкие волнистые полосы синего цвета, которыми в японском искусстве обозначают облака или воду. Казны, очевидно, нравящиеся с теми же самыми котиками бесконечными. И в конце 30-х он возвращается в Японию, где его встречают с распростёртыми объятиями, чествуют, несмотря на то, что он довольно странно уезжал. Он, например, уехав в Париж, по переписке развёлся со своей женой японской. Как бы не просто... Но ему там всё прощает, прощает его семья. В 1924 году ещё он становится... Выбирают или назначают в члены Академии искусств как первого японца, достигшего успеха на Западе. И он возвращается абсолютным триумфантом. Ему заказывают ещё одну монументальную работу для города Акито, где он рисует это. Он становится первым монументалистом в Японии, который делает фрески огромные, чего ни японская архитектура, ни современная того времени не предполагала. Вот эти самые фрески, которые были как раз очень модны в Америке, в Латинской Америке, как Рибера, с которым он тоже общается. Вот в этом стиле он начинает делать эти фрески в Японии. Он путешествует по Японии, едет в Окинаву, это южная часть Японии, такая субтропическая, и делает такие странные работы, в которых он уже Японию родную видит через призму Латинской Америки, когда он стилизует этих персонажей под латиноамериканских персонажей. А дальше, естественно, начинается война, и он оказывается в этой Японии воюющей. Во время войны он не может вернуться во Францию, он не может выехать в Европу. И при этом он там весь признанный, всеми любимый. И ему, как известному японскому художнику, дают, собственно говоря, официальный заказ от Министерства морского флота. Его включают в делегацию, которая должна запечатлевать художников, которые рисуют баталии. Он становится военным живописцем. Это заказ, от которого нельзя отказаться. Он был абсолютно аполитичный. Естественно, никакой там японский фашизм он не поддерживал. Он, будучи в Японии во время войны, писал, не замечал, старался всеми силами, или действительно не замечал эту войну, и писал своим европейским друзьям письма о том, как в Японии незаметно, что она воюет, что по-прежнему все прекрасно, ходят идеальные поезда, лучшие в мире к тому времени, японские ходят трамваи, и вообще ничего не происходит, всё тихо, мирно. И как это ни похоже на то, каким была Европа, каким был Париж во время Первой мировой войны, которую он застал. Картина «Сожжение лётного поля Нанчана», 1938 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Цвета яркие и насыщенные. Изображены военные действия. Линия горизонта делит картину почти пополам. Сверху изображено синее небо, затянутое низкими тяжёлыми облаками. Снизу – поле белого цвета с редкой жёлтой травой. В небе хаотично движется множество военных самолётов-бипланов. Биплан – самолёт, у которого с обеих сторон по два крыла, расположенных друг над другом. Под ними с поля поднимаются небольшие столбы дыма. На заднем плане слева видны дымящиеся ангары. А в левом верхнем углу изображён большой столб дыма чёрного цвета. На переднем плане изображено поле. Оно белое, как будто покрыто снегом. Кое-где пробивается жёлтая трава. Половину переднего плана занимает изображение военного самолёта-биплана. Он расположен в правой части картины. Самолёт повёрнут хвостом к зрителю. Самолёт серо-коричневого цвета. На левом боку фюзеляжа нарисован большой красный круг – символ Японии. И он начинает создавать эти… Он путешествует, его посылают писать сражения в Китае и во Вьетнаме. Вот это Начанг, это битва при Начанге. Это Вьетнам, то есть тогда это самое, Индокитай. И он хочется, не хочется, он начинает выступать совершенно неожиданно для себя жанре вот такого вот батального живописца. Причём при этом довольно… В общем, работы такие, которые сложно назвать уропатриотическими, потому что это изображение действительно ужасов войны, опять-таки, очень похожее на то, как ужасы войны, ну, Первой мировой войны описал Ото Дикс. Вот как бы такая, такая действительно довольно мрачная, батальная живопись, достаточно в традиционном, опять-таки, с традиционными японскими мотивами. И как бы совершенно параллельно этому он рисует даже эти кошки, которых он рисует, они у него в такой вот сворачиваются в клубок, и это уже драка кошек. И после войны он как бы до 50-го года не может выбраться из этой Японии, в которой ему совершенно не хочется оставаться, потому что его там со всех сторон обвиняют и в том, что он слишком патриотичен, и что он недостаточно патриотичен. Он как бы себя чувствует там очень некомфортно, выбраться он никуда не может, рисует сны, рисует вот такие гротески. Картина «Оммаш Ла Фонтену», 1949 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Цвета приглушённые. Изображена кухня с белыми стенами. В центре кухни стоит стол, покрытый белой скатертью. На нём множество тарелок и еды. На столе полный беспорядок. Рак лежит на рыбе, рыба лежит на объедках, рядом разделанная тушка и ощипанный гусь. Слева за столом сидит серая гусыня. Она одета в длинное закрытое платье серого цвета с большим белым воротником и чипец. Напротив за столом сидит волк в средневековом костюме. На нём серая шапка-капюшон, коричневая куртка с короткой накидкой, узкие коричневые штаны. Справа от волка стоит волчица. На ней тёмное платье, белый чипец и маленькие очки. Перед ней на полу лежит ещё один волк, одетый так же, как и первый. Он лежит развалившись, широко расставив ноги. Кажется, что он либо сильно переел, либо пьян. Пол в кухне деревянный. Он сильно захламлён. У ног гусыни сидят маленькие то ли волки, то ли лисы. На них надеты костюмы разных эпох с курточками красного и жёлтого цветов. Все животные едят. В левом верхнем углу изображена печь. Вокруг печи горы серой и чёрной посуды. Над печью изображена лестница, ведущая вверх. Её ступени сделаны из белого камня. Изображение носит карикатурный характер. Фигуры животных очеловечены, но их морды, перья и шерсть выполнены реалистично. Тени, фактуры движения также выполнены реалистично, со множеством деталей. По стилистике работа напоминает европейскую гравюру. Понимает, что ему всё-таки хочется оставить, что его мир это не Япония, это Европа. И всеми силами пытается выбраться в Париж. Вернуться в Париж, который начинает воспринимать как родину. В Париж ему вернуться не удается, но со временем. Сначала он отправляется в США, где ему предлагают пост преподавателя. В Бруклинской академии искусства он там вот живёт в Нью-Йорке и потом вот рисует вот такую вот. И начинает рисовать сказки. Он рисует это большое полотно маслом, которое выглядит как книжная иллюстрация о Маш Лафонтене вот с этими персонажами. Басин, которые с одной стороны все такие вот эти звери пушистые, с другой стороны достаточно страшное в общем что-то там какое-то пожирание друг друга, которое у них происходит в этой басне Лафонтена. И в Париже он в 50-м году возвращается наконец в Париж, в который он как бы понимает, что это его родина, что он там хочет жить. Начинает и начинает рисовать парижские пейзажи. Париж такого отчетливого послевоенного. Это блошиный рынок в Париже, где видно, что это полуразрушенный послевоенный город, что это нищета, что это какие-то непонятно, что там продается. Но постепенно этот Париж у него оказывается, он продолжает рисовать эти виды и они становятся все более и более открыточными, все более и более вневременными. Как если бы он рисовал не вот этот послевоенный Париж 50-го года, а вот этот самый, уже к тому времени, наверное, вполне становящийся штампом, идиллический вот этот романтику Монмартра. Вот эту романтику Монмартра он начинает рисовать, создавая, начинает рисовать достаточно сюрреалистическим образом, потому что с сюрреалистами он в 20-е годы общался, дружил, частью сюрреалистического движения он не был, но тем не менее вот этот, как бы, сюрреалисты, которые очень интересовались кэмпом, опять-таки, очень интересовались вот этим искусством вне времени, тоже своего рода антимодернистским. Естественно, для него это была такая достаточно питательная среда, и это было то искусство, в контексте которого он, наверное, себя мог мыслить, и то, что он, как бы, которое на него оказало влияние. Вот, и, значит, все более, и при этом, как бы, это послевоенное его искусство становится все больше и больше открыткой, да, еще немного, и эта картинка, это те открытки китчевые, да, которые все привозили из Парижа, это постеры, которые висят в плохих кафе, которые, собственно говоря, как ни странно, Фуджита изобретает. Картина Леонардо Цугухару Фуджита «Кафе. 1949 год». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Цвета насыщенные и яркие. На картине изображена девушка, сидящая в кафе. Весь передний план от левого до правого края картины занимает фрагмент стола белого цвета. В центре стола лежит белый лист бумаги. Слева от листа стоит бокал с напитком темно-коричневого цвета. Слева от бокала располагаются чернильница и желтая перьевая ручка для письма. Справа от листа бумаги лежит маленькая черная сумочка. За столом в центре изображения сидит девушка. У неё бледная, почти белая кожа. Она положила локоть левой руки на стол. Этой рукой она подпирает подбородок. У девушки круглое лицо с маленьким острым подбородком, высокий лоб. У неё очень светлые кудрявые волосы, они собраны сверху в пучок. У девушки тонкие светлые брови, чёрные глаза. Глаза слегка раскосы, из-за чего взгляд кажется несфокусированным, задумчивым. Лицо расслаблено. Она одетая в чёрное платье с глубоким декольте и длинными рукавами. Она сидит на стёганом диванчике из кожи рыжего цвета. Спинка дивана также занимает почти всю ширину холста. Сзади, за диваном, слева от девушки стоит официант. Он повёрнут спиной. Он обслуживает другого клиента. Официант лыс, но на макушке у него зачёс из светлых волос. Он одет в белую рубашку и чёрную жилетку. Справа от официанта за спинкой дивана виднеется голова немолодого полного мужчины в чёрном цилиндре. Он повёрнут в профиль. На заднем плане видны высокие окна. Сквозь окна видно здание напротив. Оно кремового цвета. На нём вывеска «Кафе». Он как бы и его, это уже дама в кафе. Это не кафе 49-го года, это любительница абсента. Но любительница абсента с абсолютно кукольным, парфоровым лицом. Его персонажи латинского квартала, которые вроде бы по одежде, по стилю, это там эксистенциалисты, это битники, но всё равно они нарисованы вот в этой самой открыточной оптике, которая к этому неформальной молодёжи конца 50-х как-то достаточно странно применима. И вот эти слепые, это тоже такие парижские персонажи, клошары, это, конечно, уже фольклор такого Парижа, оперная оперета, светочного Парижа 19-го века, самого романтического, сказочного Парижа, которым он постепенно подменяет вот этот послевоенный Париж, в котором он тоже себя, видимо, не очень уютно чувствует. И главными его героями становятся такие кукольные дети, вот эти самые дети с тех самых бонбоньерок, с тех самых коробок из-под печенья, которые он срисовал, которые он рисовал по памяти в Японии в своём детстве. Вот бесконечные, очень странные персонажи, которых даже довольно сложно назвать детьми. Это персонажи вне девочки, персонажи вне возраста. Картина «Девочка в коричневой юбке», 1954 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Цвета блеклые и пастельные. Погрудный портрет девочки лет 3-4. Девочка слегка повернута влево. Глаза смотрят на зрителя. Девочка больше похожа на куклу. Кожа бледная, почти белая. Голова у девочки большая и круглая. Лоб высокий. Длинные спутанные волосы тёмно-коричневого цвета. Пряди длинных волос торчат в разные стороны. Глаза круглые и крупные. Они чёрного цвета. Правую руку девочка подняла к правому уху. Левая она держит запястье правой руки. У неё пухлые ручки маленького ребёнка с короткими пальчиками. На девочке надето старомодное платье коричневого цвета. Плечи у девочки оголены. Плечи пухлые, округлые. Весь задний план занимает оконный проём. Косяки окна выложены крупными блоками серого старого камня. Стекла нет. В окне серо-голубое небо с белыми облаками. Работа выполнена реалистично, но поза девочки кажется слегка застывшей, а тени недостаточно прописанными, напоминая работы эпохи раннего возрождения. Это персонажи, у которых могут быть детские лица и взрослые тела. Это абсолютно совершенно особый тип персонажей, совершенно особый тип героев, которые, собственно говоря, всем нам довольно-таки знакомы. Вот там дети с прославляющей прогресс, день рождения, и даже цикл вот таких, причём это всё не печатная игра, это живопись, это не открытки. Вот такой вот цикл парижских типов, сделанный в 58-м году для какого-то ежегодного салона, в котором он участвовал. Здесь там маленький бродяга, там ругающиеся соседки, торговцы картинами, поэтессы, но все там гении, но все они такие уличные музыканты, но все они детки. И вот этот стиль как бы деток, я думаю, что в моём детстве это был самый расхожий открыточки, вот этот парижский мальчик, лохматый, спущенных клишах, гаврош такой, который похожий вот просто из этого Фуджита, что он это придумал, что он придумал, то, что потом разошлось на китчевой открытке, и его персонажи очень похожи на персонажей Маргарет Кин, фильм «Большие глаза» Тима Бартона, да, героиня фильма Тима Бартона «Большие глаза», удивительная американская наивная художница, придумавшая вот таких вот большеглазых персонажей, очень похожих, собственно говоря, на персонажей Фуджиты. И Маргарет Кин, которая является синонимом такого вот абсолютного, чистого, беспримесного китча в искусстве, даже скорее кемпа. Очень популярная художница, которой нету ни в одном музее, которая как бы абсолютно, которую, там, к истории искусства XX века, в общем, на пушечный выстрел никто не подпустит никогда. И, конечно, другая ассоциация, которая, может быть, если что, не совсем так Фуджиту вписывать вот в этот чистый китч, что, конечно, это эстетика аниме и манги, что это эстетика японского комикса, и что эти вот самые девочки с кукольными лицами, большими глазами и развитыми женскими формами, которых он рисует, это героини манга и аниме. И в каком-то смысле, да, то, что придумывает Фуджиту, он придумывает кавайность, он придумывает ту эстетику, которую не придумывает, но лучшее определение для того, что он делает. Это вот это самое пресловутое кавай, да, слово, японское слово, которое является ключевым для поклонников манга и аниме, и появляя, становящееся популярным в 70-е, 80-е годы, обозначает это там прелестный, милый, умилительный. Вот это вот умилительная кавайная эстетика, которая он действительно, которая абсолютно идеально то, что он делал, описывается. И так же, как и описываются вот эти, так же, как похоже на то, что он делает аниме, аниме, я взяла все-таки самого известного режиссера аниме, может быть, лучшего, Хаяо Миядзаки, но как бы это тот же стиль вот этих людей, существ в общем без возраста, которые могут быть девочками, взрослыми, женщинами, вот с этими большими глазами, и такой же удивительной Европы, да, вот это действие большинства анимационных фильмов, очень многих анимационных фильмов Миядзаки происходит на Западе, да, он не всегда про Японию, но это из Холлы, Холлы, Ходячий замок, да, кто-то помнит, может быть, кто-то видел этот фильм, вот эти персонажи, вот этот вот, примерно такой же степени сказочности Европы, как тот Париж, который после войны рисует Фуджито, и, как бы, ну там, Порк Рос, тоже такой прекрасный в 80-х годах фильм Миядзаки, а при этом, как бы, там вполне существует Грате, вот такая, как Бомаш, Босху, который в те же 50-е годы создает, создает Фуджито, и почему, видимо, вот это, почему действительно эту аналогию между эстетикой манга и аниме и эстетикой, в которой работал Фуджито, имеет смысл провести, они появляются примерно, при очень похожих исторических обстоятельствах, ну, про происхождение манги есть много разных версий, ну, слово манга принадлежит Хокусаю, это вот эта самая эстетика японской гравюры, которая появляется еще в конце 18-19 веке, но при этом манга-аниме в таком более-менее современном понимании возникает после Второй мировой войны, и японский художник Такеши Мураками, современный Такаси Мураками, современный японский художник, работающий как раз с этой эстетикой кавайности, доведенной по партийскому пределу, до абсурда, художника, которым у нас была лекция, считает, и тут точку зрения многие разделяют, что вот это возникновение вот этой всей кавайности, было реакцией на Вторую мировую войну, поражение Хиросима Нагасаки, абсолютная утрата вот этой национальной идентичности, возможной, национального художественного стиля, раскрытия западному миру, западной эстетики, которая как насилие приходит как эстетика победителя, и уход вот в этот детский инфантильный сказочный мир, который эстетика манго-аниме и, собственно, предлагает в виде этой кавайности. И, собственно, тоже после войны в эту кавайности в сказочный мир предлагает в мир, где нету возраста, в мир, где все дети, поэтому все невинны, и предлагает уйти Фуджито. То есть, почти предсказывает эту эстетику, при этом продолжая создавать что-то на грани иллюстрации к сказкам хорошим, но и религиозного искусства. В 50-е годы он возвращается во Францию и принимает католицизм, крестец, принимает крещение, принимает имя Леонард в честь Леонардо да Винчи, и делает может быть создает удивительное он расписывает церковь, он создает может быть самые странные в 20-м веке самую странную церковную роспись церковной фрески, которую только можно представить, потому что это да, это церковь Богоматери, царицы мира, да, царицы, в которой есть все сюжеты, которые должны быть в церкви, да, это, наверное, классическая роспись, где в стиле раннего возрождения, да, про Анжелика, Ботичели, так, издалека, если не всматриваться, но при этом вот эта самая эстетика раннего ренессанса итальянского, она замечательным образом перетекает вот в эту самую эстетику кавайности, это единственная кавайная церковная религиозная живопись, наверное, в своем роде приходит в эстетику комикса и иллюстрации к сказке и, собственно говоря, уже откровенного комикса, где возникает вот такая вот Ева, это не из этой, все-таки не из церковных росписей, но это удивительный образец вот этого грани, на грани религиозной живописи, комикса, почти пенаптные картинки, да, эротической, и, конечно, абсолютного кэмпа, при том, что, как бы, тоже кэмп здесь вполне понятен, объяснимый и приемлемый, ну, во-первых, католическое церковное искусство современное, наивное, оно всегда было нескончаемым источником кэмпа, а, во-вторых, потому что, опять-таки, если вернуться к эссе Сьюдзензон, так о кэмпе, она говорит, что кэмп, в основе этого кэмпа лежит всегда любовь к чему-то, это та, как бы, любовь к каким-то стилям, каким-то образом, какой-то чувствительности, любовь, которая не знает никакой критичности, любовь, которая запрека, которая не считается с требованиями хорошего вкуса, и поэтому, может быть, вот это удивительное кэмповое религиозное искусство, которое создает Фуджит в последние годы жизни, это такой пример, что вот религиозное искусство, это тоже, как бы, вот эта любовь, которая не должна считаться с нормой хорошего и плохого вкуса, в конце концов. Работа Леонардо Цугухару Фуджита «Ева, 1960 год». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На картине изображена обнажённая молодая девушка, Ева, в райском саду в окружении диких животных. Изображение выполнено в приглушённых тонах, оно почти монохромное, использованы только оттенки жёлтого и коричневого цветов, небо белого цвета, контуры и тени на работе выполнены тонкими чёрными линиями и штриховкой. Работа напоминает недорогую старую гравюру, отпечатанную в один цвет. Ева стоит в центре картины лицом к зрителю. Она показана до середины бедра. Девушка повернула голову в сторону правого плеча и слегка опустила подбородок. У девушки маленький аккуратный нос и большие глаза с тяжёлыми веками. У неё распущенные длинные волосы золотистого цвета. У левого уха волосы, заколоты белыми цветами. У неё тонкая талия и широкие бёдра. Девушка скрестила руки на груди. Её плечи опущены, голова слегка наклонена вбок. В левой руке она держит жёлтое яблоко. Над её головой вдоль верхнего края картины тянутся ветви дерева с крупными жёлтыми яблоками. С ветвей к лицу девушки, извиваясь, спускается коричневая змея. За спиной девушки равнина с редкими деревьями. На горизонте скалистые горы. На равнине множество животных. Их так много, что пейзаж почти скрывается за ними. Их морды обращены к Еве. Это африканские животные. Львы, страусы, бегемоты, жирафы, шимпанзе и другие. Изображение выполнено довольно реалистично, но больше напоминает старую книжную иллюстрацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова